Навестить своих подопечных в преддверии праздника – миссия не просто добрая. Маленькие продуктовые сувениры плюс небольшая денежная премия стали приятной неожиданностью для столетних юбиляров. Для них это не только подарок, это знак внимания, который особенно ждут пожилые люди. У нас уже вошло в добрую традицию в Брестском городсполкоме. Мы ежегодно к дню пожилых людей, долгожителям, которым сто и более лет, мы оказываем материальную помощь. В основном это на лекарственные препараты, либо на фрукты. Чтобы им было какое-то праздничное настроение. 100-летний юбилей – это вообще-то праздник. Праздник для этих людей, которые прожили столь долгую, полезную, с общественной деятельностью жизнь. И мы ежегодно отмечаем таких людей. Ведь согласитесь, это большой жизненный путь, который доступен не каждому. А вот эти люди, они его прошли, причем прошли достойно. Первая в списке обладателей подарков – 102-летняя Екатерина Васильевна Татур. В свои почтенные годы женщина с удовольствием принимает гостей. К ней практически каждый день заходят не только родственники, но и соседи, чтобы поговорить о жизни или спросить совета. Екатерина Васильевна признается, что ей очень приятно такое внимание. Пройдя большой жизненный путь, посетив огромное количество стран и городов, ей есть что рассказать. Очень приятно, очень приятно. Спасибо вам, что не забываете уже. А тут, как вам сказать, есть что смотреть не хочется. Но я, меня любили, все тут любили. Я как выйду на улицу, так полные две лавки и сидеть не идти. Знаете, заходят меня, поздравляют всегда. Всего за день сотрудники территориального центра социального обслуживания Московского района совместно с представителем горосполкома посетили пять адресов и вручили подарки людям не просто элегантного возраста, но в буквальном смысле возраста выдержанного бриллианта. В ближайшие дни подобную акцию проведет и Ленинская администрация, где сегодня проживает 400-летних юбиляра.